Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами будет распаковочка посылок. Я просто пришел большой пакет из четырех посылок, я недавно заказала и я хочу с вами распаковать и показать, что там интересненькое есть. Вот такие две коробки. Одна какая-то немножко примятая, но ладно. Вот такая штучка. И маленькая. Я хочу начать с маленькой. Потому что я подозреваю, что там штатив. Штатив я хотела заказать на Алиэкспрессе. Нашла тут на зоне с небольшой разницей. Да, это он. Вот такой вот. У меня уже был такой штатив, он сломался, я не помню. А, сломалось верхнее крепление. Вот. Сломалось вот это верхнее крепление и сломалась вот эта вот штука. Видимо, я сильно затянула. Почему? Проверим. Работает ли. Ага, вот. Ну, он удобный, он с гибкими вот такими ножками и можно его зацеплять за какую-нибудь вещь, за что-нибудь. Вот. За какую-то поверхность и он будет держаться. То есть я могу... Ну, для фотоаппарата, конечно, там написано, что он подойдет. Я сомневаюсь, что, допустим, для моего фотоаппарата такой штатив удержит его. Ну, в принципе, тут такая вот штучка вот эта. Ну, не очень большая, не знаю, мне кажется, пластиковая, она не удержит тяжелый фотоаппарат, но для телефона она подойдет. Здесь вот можно порегулировать, затянуть, чтобы не вращалась вот эта сама головка. Сейчас я пока показываю, сломаю еще. Вот. Можно его отрегулировать, затянуть, то есть вращение вот этой вот... А! Так вот, наглядней. Кто вдруг такое еще себе не заказывал. В общем, вот она вращается. Отрегулировали, как надо, затянули. Ножки тоже они... Ну, для телефона, в принципе, они устойчивые, они будут держать и можно также куда-то его закреплять. Я заказала для того, чтобы снимать видео, как я готовлю всякие вкусняшки. Но мне скоро придет уже после Нового года. Сегодня 31 декабря, кстати. Вот. А после Нового года уже придет штатив, гибкий штатив, он длинный, и там еще лампа, LED-лампа идет. Вот. Но пока что такой, в принципе, я тоже хотела, поэтому пригодится. Вот. Ножки тут, вот они все. Тоже, ну, типа такого, как подшипника идет. Подшипник, наверное, его можно назвать пластиковый. Вот. То есть они тоже у нас вращаются, можно разное им придать положение этим ножкам. В принципе, у меня был такой штатив, немножко от него боняет. Вот. Ну, нормально. Сколько там? 220 рублей может стоил. То есть 220 рублей, я считаю, на 220 рублей проработает. Так. На джуме, по-моему, я смотрела, он был 190. Дальше, следующая посылочка. у меня вот такая вот мятушка. Ага. Там тейп-лента. Вот она. Тейп-лента на зоне она вышла дешевле, чем на... Если бы я заказывала на официальном сайте, ну, если бы не птовая это была заказ, не птовый. Вот. По-моему, 590 рублей она стоила. Но сейчас они стали дороже. То есть нам периодически надо ловить акции. Я тейпируюсь и тейпирую своих знакомых. У меня вот такой вот розовый. Я хотела еще черный заказать, но черных не было по этой цене уже. То есть я упустила момент. Вот. Вот такая вот тейп-лента. BB Balance. Вот она называется. Вот так. 5 на 5. 5 сантиметров на 5 метров. Ну, я взяла розовую. Вообще хотела черную и у меня есть бежевая. Вот. А так были разные цвета. Вот это одни из наиболее хороших тейпов. Я еще на... По-моему, на Озоне или на Wildberries. В общем, где-то на каком-то маркетплейсе заказывала тейп-ленту бежевого цвета. Она дешевле значительно была, чем эта. Но при этом она другой фирмы. И она не очень хорошая. В общем, вот эта пока фирма мне всех больше нравится, когда меня обучали на тейпировании. Тоже эту фирму рекомендовали. И, собственно, ну, из того, что я пробовала, наверное, наиболее вот эти крутые тейпы были. Вот. Вот такой, короче, тейп. Ну, такой розовый цвет. Покольный. Будем тейпировать своих друзей розовым. Коробочкой все как полагается. Все хорошо. И дальше две еще вот такие коробки. Тут прямо что-то еще запаковано. Оно там внутри что-то мягкое лежит. Такие вот две огромные. Так, давайте начнем с той, которая поменьше. Конечно же, я не взяла с собой ножницы. Поэтому попробую так распаковать. И мне придется такие ножницы. Так. Ага. Смотрите, я распаковала. Там еще вот такая бумага лежит упаковочная. Она сверху лежала. Да. И тут тут пупырки, которые кто-то испупырил, уже все истыкал, лежит соус. Я заказывала. Низкокалорийный сироп. Это, по-моему, вкус банан должен быть. Так, да. Это мистер джемиус. Я заказывала уже их, только я заказывала, по-моему, клубнику, что-то такое. Ну, в общем, клубнику я решила не заказывать, потому что, ну, это реально можно просто сделать самим, то есть взять сахарозаменитель и замороженные ягоды клубники, и все, и получится то же самое. А здесь вкус банан. Его очень... Давайте распакуем. Его очень нахваливали. В банке здесь стекло. До этого я заказывала там же на Озоне не помню, как называется. Короче, сироп, он отвратительный по вкусу, по качеству. Я его только попробовала, у меня началось изжога. А так как я очень люблю сладкое, я вот решила себе заказать сиропчик, вот из этих попробовать. Тут он стоил, по-моему, 255 рублей. Ну, в общем, это нормальная цена для такого сиропа, потому что, как правило, они стоят дороже. Вот. Так, что у нас тут? ой, а, 7, 12, 21, так это свеженький еще у нас тут сироп. Значит, состав вода, сок банана, концентрированный подсластитель, ретрит, банан, загуститель, сановая камень, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант, сорбиновая кислота, ваниль, подсластитель. Так, короче, где тут написано? А вот, господи, значит, 2 столовые ложки, это 35 грамм этого сиропа, и смотрите, здесь на, вот этот вот, на 2 ложки, да, на 35 грамм, идет 14 килокалорий, 0,2 белка, 0 жира, 3,1 углевода. Ну, и пищевые волокна, здесь 0,1 заявлено. То есть, в принципе, немного, в принципе, даже если съесть эту банку, вы не потолстете. Или тем, кто любит сладкое, тем, кто любит чего-нибудь такого, вот, рекомендую пробовать разные сиропы, но их нужно пробовать по вкусам. Я брала, по-моему, у них сгущенку, мне, или пломбир, короче, какие-то мне нравятся вкусы, какие-то нет. Вот. Такая интересная у них, это самое, тут с перфорацией. Какие-то вообще вкусные, какие-то нет, поэтому по вкусам нужно смотреть. Попробую банан, ну, собственно, узнаем. Без сахара, сироп без сахара. Так, сладенькая. Хорошо. И еще одна коробка, я подозреваю, что тут тоже сироп, только другой фирмы. Кстати, если интересно, напишите мне, я вам просто сделаю обзор сиропов, какие я пробовала, и какие прям вкусные, какие нет. без сахара. Здесь у нас они нет. Будем варварским методом это все открывать. Здесь уже у нас упаковано больше пупырки, прям, так качественно намотали. Она такая хорошая, потому что тут тоже стеклянная банка. Да, да, да. Это он, сироп, 0 грамм, вот так вот, такая вот фирма. Я ее, честно, я не пробовала. Это сгущенка. Он тоже стоил в районе 250 рублей. У мистер Джеймиус сгущенка стоит дороже. Я решила, ну, во-первых, я первое его заказала, а потом я уже увидела банановый этот у Джеймиуса. И, значит, низкокалорийный кремовый сироп. Мы будем пробовать его тоже. Здесь вода, молоко сухое, обезжиренное, подсластитель, опять же, ретрит, пребиотик и нулин. Вот с нулином я тоже покупала до этого сиропы. Там карамель был и пломбир, я брала, причем в Магните, они продаются также в интернет-магазинах. Но, кстати, на Азоне я их не нашла. Вот. Довольно-таки мне понравились. Прям очень вкусно. Ну, такая баночка у меня дня за три уходит, собственно, когда очень хочется сладкого. Давайте посмотрим, что здесь у нас на 4 чайные ложки 25 грамм, то есть меньше, чем здесь. Здесь у нас идет 8, 95 килокалорий, белки 0,49, жиры 0,02 и углеводы 1,17. Значит, что? Здесь у нас сколько в этой коробке? 330 и 330 неодинаковые по объему, по калорийности. Короче, это надо высчитывать, сидеть. на 25 грамм 9, значит, на 50 грамм это будет 18, значит, на 100 грамм это будет 36 килокалорий на 100 грамм. Наверное, проще было посмотреть на 100 грамм где-то у нас. на 35, запитая 78 килокалорий, а здесь у нас идет 40 килокалорий, ну, короче, они примерно одинаковые. Попробую по вкусу, вот этот, наверное, должен быть вкусный, потому что тут этот прибиотик канулин содержится, он полезный, вроде как, для нашего кишечника, поэтому будем пробовать его. И, если интересно, я могу вам показать сироп, который мне вообще не зашел из вот этих вот сахарозаменителя. Я заказала два, короче, ну, он подходит якобы в напитки, то есть этот можно и с сырниками, и с блинчиками, а тот больше для напитков. Ну, я заказала вкус зефир, там просто одна лимонная кислота и розовый, краситель, он отвратительный. Так, друзья, вот он, этот негодяй, который, как видите, здесь целая банка, хотя заказала я полторы недели, наверное, назад, и, ну, если бы он был бы вкусный, его бы уже не было. Ну, тут я попробовала даже добавить куда-то в творог, в напиток и везде, в общем, на самом деле проще заказать, не заказать, а добавить сахарозаменитель, чем вот такую дрянь. В общем, здесь у нас подготовленная вода, дальше идет сразу лимонная кислота, ароматизатор, соль, пищевой загуститель, просластители и прочая-прочая фигня. В общем, вот он, он жидкий, как вам тут показать, он жидкий, он розовый, такой вкус, зефир, но это невозможно есть, и я даже не знаю, в какой напиток это можно добавить, ну, мне кажется, это можно добавить в помойку, но я боюсь, что вам уже траванутся этим. Короче, вот такой соус я не рекомендую, если вдруг он вам понравился, либо, может быть, у этой марки какие-то соусы вам понравились, сиропы в смысле, сиропы, то вы можете написать, я, может быть, их закажу, тоже попробую, но, честно, дверя к этой фирме нет, стоил он рублей 180 вроде. Вот, друзья мои, пишите, что вам интересно, было из этого товара, что-то, может, вы пробовали, могу про что-то более подробно вам рассказать, показать. Жду от вас лайки, комментарии. Всем хорошего, 2022 года.